У советских часы конкурс профессий на коммунистерском журнале «Кромоцеду» в работе нерегулярно. Его с традицией упрацованных с поборницей вы решили одновить. За звание ЛИПШи спрошались 230 работников. Аптеку. В финал вышли 6 человек. Настало время, когда, конечно же, в нашей профессии важны и душевная теплота, и чуткое отношение к посетителю. Но будет, было, есть и будет самым важным в нашей профессии – это профессионализм. Поэтому вот этот конкурс и есть соревнования в профессионализме, но и в творчестве тоже. Сверху задач конкурсантам пришлось отгадывать призначение приборов, которые выкористовывали в аптеках с того, где тому. А еще непосредственно на сцене рихтовать яковы раствор. Скажу вам по секрету, я в аптеке этого не делаю. Есть фармацевт-технолог, а есть фармацевт-рецептар. То есть технологи, которые готовят в аптеке, а рецептары, которые отпускают, уже готовы. И как бы я фармацевт-рецептар, скажем так, технологию немножко подзабыла, но азы есть, руки помнят. Это стимулирует на дальнейший как-то рост. То есть смотришь на других участников, понимаешь, что нужно как бы ценить свою профессию. И это довольно-таки интересно. Уладальник Гран-Пры отрымая у подарунок 10% надбалки до службового окладу на протягу года. Остатние каналисты узнагороджены 5% надбалки на таки ж период. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новина региона.